Здравствуйте. Я бы хотел поговорить по поводу того, чем организаторы краудсорсинговых проектов на самом деле платят своим волонтерам. Краудсорсинговые проекты очень привлекательны для разных организаторов именно своей бесплатностью. То есть волонтерам не нужно платить денег. Но тем не менее люди, ну мало кто задумывается о том, что люди в краудсорсинговых проектах, волонтеры тратят свои деньги и что-то они должны получать взамен. Вот над вопросом, что же именно они получают, я и хочу, чтобы мы сейчас все вместе порассуждали. Итак, начинается краудсорсинговый проект, люди начинают приходить и волонтерить. Что ими движет? Почему они тратят свое время на волонтерство? Первая, самая основная причина, по которой они это делают, это осознание того, что проект, который вы запустили, проект, который они идут волонтерить, что это какое-то очень правильное дело. Насколько правильное, что они готовы ради вот этого ощущения правильности идти и вкладывать свое время в какое-то там общее дело. Им абсолютно все равно, придет кто-то еще или не придет кто-то еще. Им достаточно того, что они сделают хорошее правильное дело. Эти люди являются ядром вашего проекта. Они делают самую основную работу, они делают самую тяжелую, самую грязную работу, самую неприятную, самую рутинную работу. И в отличие от коммерческих проектов, такие люди обычно добиваются наиболее высокого качества. За ними не нужно перепроверять, потому что они работают не за деньги, а за идеи. Это именно те самые люди, за что мы все так любим корусорсинговые проекты. Именно за это. Предположим, что ваш проект растет и волонтеров становится все больше и больше. И в какой-то момент это огромное количество волонтеров начинает делать что-то действительно замечательное, действительно прекрасное, настолько прекрасное, что об этом начинают говорить люди уже просто так. Потому что об этом не говорить, ну, становится невозможным. В этот момент появляется вторая категория волонтеров, которые приходят в волонтерский проект для того, чтобы потешить свое самолюбие, для того, чтобы удовлетворить свое тщеславие. Они приходят для того, чтобы приобщиться к чему-то большому, к чему-то большому и значимому. Во многих из нас живет конформист. И вот это вот желание прийти и прикоснуться к какой-то большой, гигантской истории, оно зачастую становится определяющим каким-то фактором. Допустим, человек считает, что да, проект – это правильное, хорошее дело мы делаем, но и достаточно хорошее для того, чтобы я пошел и потратил свое время. Вот момент вызвания числа может оказаться решающим в этот момент. Соответственно, зная, что привлекает волонтеров в проект, мы можем примерно теперь перейти к обсуждению того, что, собственно говоря, чем мы можем расплачиваться, как называть те вещи, которые мы даем волонтерам взамен. Например, извините, я вернусь на шаг назад. Красивым примером вот такой большой компании, в которую приходили люди, в том числе для удовлетворения своего тщеславия, стала предвыборная компанией Алексея Навального 2013 года. Она началась, естественно, на идейных активистах, но с течением времени она разрослась до масштабов общегородских, и люди приходили на Кубы уже просто потому, что невозможно было не приходить на Кубы, потому что, ну, там, ребенок спросит, папа что-то делал в 2013 году, и надо было ответить, да, я пришел пару раз на Кубы, и это вот, ну, для многих людей это оказалось вот критично и важно. Ну, в общем, если ваш проект достиг такого уровня, такого масштаба, то считайте, что у вас все в шоколаде, вы создали успешный краусосинговый проект. Как расплачиваться известностью и каким-то тщеславием, если вы не достигли таких масштабов? Довольно просто. Надо, если у вас длительный проект, надо регулярно выпускать какие-то отчеты, в которых вы упоминаете, просто по именам перечисляете всех ваших волонтеров. Если у вас есть хронная регистрация, то вы лишены проблемы того, что вы кого-то забудете. Ни в коем случае никого не надо забывать. Это самая большая обида, которую вы можете нанести своему волонтеру, забыть о нем. Если у вас есть какой-то объективный измеритель эффективности работы волонтера, поставьте на какую-то заметную страницу вашего проекта информацию о статистике, о том, кто сколько чего сделал. Например, у Росямы была в свое время статистика по зарегистрированным ямам разбивки в детализации по пользователям и в детализации по городам. Такая статистика позволяет натворить числа я волонтера, что вот я в статистике, я крутой. Это во-первых. И во-вторых, и во-вторых, она позволяет, эта статистика позволяет включить режим соревнования. В Росяме, например, был такой человек из Курска Игорь Исупов. Он один в Курске зарегистрировал ям. В свое время, в какой-то момент, в Курске было зарегистрировано ям больше, чем в Санкт-Петербурге. Естественно, питерцы заволновались, что, мол, как так, какой-то там один одинокий курянин зарегистрировал в Росяме больше, чем в Питере. Ну, то есть они взялись, напряглись и начали регистрировать яму в полный вперед и как бы вышли на второе место. А там проснулся Екатеринбург. В Екатеринбурге очень крупное отделение Росямы. Они тоже начали догонять и отгонять Исупова. Тоже его обогнали. Таким образом, это дает дополнительный импульс проекту. Это, что касается Счиславия. Что можно еще дать такого важного тем волонтерам, в первую очередь тем волонтерам, которые самые активные, которые самые идейные. Я называю это одним очень простым словом «власть». Вот таким идейным волонтерам нужно отдать часть своей власти над проектом. Эти волонтеры, они, как правило, лучше вас знают, что происходит в проекте, что ему нужно, как ему развиваться, потому что они, напомню, делают самую грязную, самую тяжелую работу и делают ее чаще и больше, чем вы. И поэтому они вкладывают свое время и они хотят что-то получить взамен. Они делают важное и нужное дело, важное и правильное дело с их точки зрения. И они хотят, чтобы это правильное дело делалось правильным образом. Здесь нельзя относиться к волонтерам как в коммерческих проектах, когда ты считаешь, что я начальник, я плачу тебе деньги и в результате ты делаешь то, что я сказал. Нет. Надо обязательно слушать волонтеров, надо обязательно вносить в свой проект те изменения, которые они запрашивают, потому что это такая вот форма, ну, потому что волонтеры этого ожидают, потому что это не проговаривается, как правило, нигде явно и в ситуациях, когда координатор проекта нарушает этот незаключенный договор, волонтеры от него начинают рано или поздно уходить. В качестве примера такого неудавшегося краусорсингового проекта могу привести партию прогресса, например, того же Алексея Навального, которое раньше называлось Народный альянс. С самого начала, с 2011 года, Алексей Навальный с Леонидом Локовым написали в ведомостях программную статью по поводу того, как они будут организовать партию прогресса, в рамках которой они написали прямо, что членам партии будет дана прямая власть на изменение политики партии, что все важные вопросы будут решаться с помощью прямого голосования напрямую в партии. То есть, это было в явной форме заявлено за три с половиной года, никаких механизмов такого способа принятия решений в партии так и не было создано. В результате все активисты, именно идейные активисты из партии, ну, если не все, то большинство ушли, потому что Алексей Навальный свой договор на этот момент не выполнил со своей стороны. Остались только те активисты, которым нужно удовлетворение тщеславия. Естественно, на таких людях ничего не наработаешь. Поэтому, если вы организовываете подытоживая, если вы организовываете краусорсинговый проект, то готовьтесь в первую очередь делиться властью над проектом со своими волонтерами и, во-вторых, удовлетворите их тщеславие. И тогда ваш краусорсинговый проект достигнет успеха. У меня все. Если есть вопросы, задавайте. Уважаемые коллеги, у нас есть две минуты еще на вопросы. Плюс, также можно вопросы задавать в интернете. Так, Влад, вот, пожалуйста, кому нужен микрофон? О, пожалуйста. Спасибо большое. Слышите? Спасибо за доклад. Да. Я бы хотел узнать вот и про Росъяму, и про другие краусорсинговые городские проекты. Красивый Петербург, как вы сейчас мотивируете ваших пользователей и планируете возвращать эти результаты на фоне появления официальных городских проектов условным классом названия электронные приемные, у которых другой административный ресурс, которые, да, действительно могут получить ответ напрямую от администрации и регламентируют ответ администрации как обязательное действие. Как вы стараетесь добиваться такого прямого действия? Доведение результатов обращений граждан до ответа от администрации на фоне создания вот этих электронных приемов? Я понял. В настоящий момент я не являюсь координатором Росямы, поэтому не могу сказать, как сейчас они этот вопрос решают. Вгодность своим координатором Росямы как раз Мория Москвы запустила интернет-приемную, на которой они решали в том числе ямы не в течение 30 дней, как это положено по закону, а в течение одной недели. Мы поступили очень просто. Мы для московских ям просто договорились об интеграции Росямы с этой интернет-приемной и ямы, которые были территориально расположены в Москве, можно было одной кнопочкой отправить в эту самую интернет-приемную. Это первый способ эффективного сосуществования с такими случаями. И второй сервис, наиболее важный, который мы предоставляли своим пользователям, заключался в том, что мы предоставляли своим пользователям не только задачу приема информации в яме, а мы предоставляли пользователям алгоритм действий в том случае, если последовательно несколько органов власти не работали, не выполняли свою работу. То есть, что происходит, если вы отправили в интернет-приемную мэрии Москвы и Сан-Петербурга заявление о яме, и яму не исправили? Интернет-приемная не дает ответа на этот вопрос. Росяма дает ответ на этот вопрос. Надо написать заявление в ГИБДД, дается текст заявления, что делать, если ГИБДД не отвечает, или отвечает то, что вам не нравится. Надо еще раз написать в ГИБДД другое заявление, что делать, если повторно яма все-таки неисправлена. Надо написать в прокуратуру, дальше надо написать в суд, ну и так далее. То есть, вот такая дальнейшая работа, именно юридическая скорее, методология проведения, она позволяет пользователям с этой публикацией именно по схеме. последний вопрос, короткий. Раз, раз. Слышно, да? Ага. Значит, может быть, вопрос и не к вам, но тем не менее, тогда вы снимете его. А как делать так, что волонтерам, скажем так, не очень желательно афишировать свое участие? Я имею в виду, что вот я сейчас поднимаю жителей на борьбу с вороватым председателем ТСЖ, то афиширование фамилии чревато тем, что перекроют у него канализацию. Вот. Ну, в общем-то, вот вы на альтернативе сможете вот так сейчас что-то пофантазировать? Я прошу прощения, если нет, то снимаю вопрос. Нет, ну, безусловно, бывают какие-то частные случаи, в которых там та или иная форма, условно говоря, оплаты труда волонтеров неприемлемы, как в вашем случае. Ну, в таком случае, значит, вы просто должны, не знаю, каким-то образом больше делиться властью над проектом. Возможно, я не знаю. Это просто два способа оплаты, которые неизвестны, о которых я рассказал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok